большое спасибо за ваше любезное приглашение приехать на эту конференцию в этот прекрасный город я буду говорить о стратегии для эмбриональных опухолей мозга и сейчас основная часть моего выступление посвящена концепции медулопластоми бывшему cnsp нет и а также от и рт меня нет для этого особого времени и во второй части своей лекции я поговорю об уходе за пациентами и прогрессии исследований я опять же расскажу о нашей сети хит что о чем рассказываю рассказывала моника сейчас я начну с классификации воз старая классификации 2007 года она была достаточно простой и мы видим что было медулопластома которая определяется только гистологии cns и а трт также существовали это поменялось сейчас у нас в после в прошлом году было обновление сейчас более сложная снова медулопластома мы ввели биологические компоненты в классификации медулопластома вот группа 3 группы 4 и так далее cns больше не существует нас есть другие группы и мы говорим об этом что то новые исследования принципиально новое сейчас и так вы знаете что пиковый возраст пять лет большинство злокачественных ополекали возникает именно в этом возрасте и вот вы видите что классификация воз обычно стратификация лечения в зависимости от клинических факторов производилась то есть возраст меньше трех пяти или старше дальше м стадия и резидуальная опухоль историческая стратификация рисков была между для более старших детей лучшим прогнозом и худшим прогнозом для самых младших детей и в последние пять лет гистология и биология поменяли полностью эту область и вкратце меньше 25 лет назад рандомизация двух видов исследования то есть м 0 очень хороший исход после операционной радиотерапии с последующей химиотерапией метастазирующие заболевания худший прогноз аналогичные между двумя вот этими ответвлениями результаты и все эти пациенты получали получали значение облучение 35 и 2 это старое исследование вот в краниальной области сейчас это пинет 4 исследование стандартный риск более старшего без метастаза только стандартный риск и более старшего возраста пациента мы уже знали что как крайне спинально легко можно сократить дозу до 24 и 3 десятых если мы можем облучать каждый день вот это гипофракционная радиотерапия вторая вторая группа вторая когорта пациентов после которой после обоих видов проводилась химиотерапия результат одинаковые между двумя группами не было никакого результата поэтому с медлобластомой сейчас считается стандартом 23 и 4 значения облучения нам нужно больше не нужно гипофракционирование хотя это в принципе и более интенсивное лечение и мы видим гистологию в 2007 году пять вариантов классических вариантов диасмопластика распространенная узловая крупноклеточная и она пластическая и у нас прошла произошла биологическая революция с четырьмя группами они в принципе общее название но тем не менее это разные настолько разные опухоли как если бы это были опухоли печени и почек и также разница исхода разница лечения то есть очень очень гетерогенные очень разнообразные результаты с тех пор в последние пять лет у нас было 700 публикаций в только о биологии медлобластом но как клиницисты мы можем задать всего пару умных вопросов при проведении исследований это не так легко поэтому что мы сделали мы вернулись к образцам полученных от исследований принят 4 когда оставались с опухолевая ткань и патология микомплификация усиление мутация бета-катанина то есть это еще один способ и мы видим что здесь есть изменения но ни один сам по себе фактор не является достаточно значительным потому что это очень разнообразный разнообразная группа потом нам не нужно ожидать большого разницы между выживанием если у нас будет комбинированное исследование в в модели но тем не менее здесь у нас достаточно у нас есть хороший прогноз для высокорисковых пациентов или микомплификация и она пластическая гистология и средний прогноз для всех остальных поэтому все еще можно биологического на биологическом материале что-то понять в различных группах пациентов конечно все пациенты с усиленными дозами излучения у нас выжили действительно реальная жизнь и сейчас мы на этом основе построили вопрос о текущем лечении в европе вот это первый первый первое исследование с для активации до внт 16 лет и опять 18 грейб более низкая доза и затем более короткая химиотерапия то есть всего три цикла здесь дальше стандартный риск не WNT мы хотим действительно быть стандартными дальше рандомизированные условия радиотерапия и ежедневный карбоплоксин во время во время радиотерапии также и немного больше химиотерапии здесь и эти руководство этими исследованиями было возложено на мой институт в Гамбурге обязательно для включения в исследование нам нужно было чтобы оставалась опухолевая ткань должна быть свежезамороженная ткань для того чтобы можно было первоначально биологические исследования привести в противном случае нельзя было нельзя было иначе делать и это очень амбициозная задача мы также должны были начинать радиотерапии в течение четырех недель после кирургии то есть это достаточно амбициозная задача и я хочу показать вам вот это потому что это это исход лечения после понет 4 для пациентов со стандартным риском если у вас идет рецидив после стандартное лечение вы практически потери практически потерян также для пациентов с ВНТ а у них при при рецидивах при рецидивах у вас лучший прогноз в таком случае то есть у нас 7 из 8 рецидив в одном случае один из 8 при другом случае нам не нужно сокращать лечение для пациентов ВНТ вне клинических исследований это можно быть столько при контролируемых клинических испытаний когда мы знаем насколько далеко мы можем зайти по крайней мере таково мое мнение то есть это опять же в понет 4 мы делаем децентрализованное обследование гистологию CSF молекулярный анализ молекулярной биологии нам это нужно в течение трех недель чтобы это все было готово и было отправлено в клинический центр исследований если со всем критерием все соответствует это просто показывает вам здесь карту карта пока что мы привлекли 96 пациентов из 10 стран но видите что есть еще больше стран я думаю что больше стран к нам присоединяется может быть 16 или 17 стран в пене 4 что с моей точки зрения хорошо потому что наряду с медициной это также повышает стандарты ухода и диагностики в европе и наряду с исследованиями я также хотел бы вам напомнить что синдрома к предрасположенности к опухолям в педиатричество педиатрии гораздо более распространены и я думаю что более десяти процентов детей у них предрасположенность к опухолям то есть плексус а т плексус и медлобластома для медлобластома я предлагаю сочетать скрининг особенно с санитрактической медлобластомой если это более молодые пациенты мы должны это проверять мы должны общаться с пациентами с родителями чтобы было согласие но это я думаю очень важно кроме того у нас есть мутация APC и BRC2 но это не так часто происходит сейчас мы это также включили это в ПНИТ-5 и мы должны адаптироваться к тому что мы выучили кому же узнали в течение наших исследований в ходе наших исследований мы приняли определение ВНТ что это только не бета-катенина только с мутациями бета-катенина если мы деэскалируем лечение то мы должны быть уверены что у нас там есть пациенты с ВНТ сейчас мы еще одно требование предъявляем то есть мы определяем биологическую саб-группу двумя независимыми методами неважно какое мы используем 450 КРМ метилляцию или какой-то другой но главное что быть уверен пациенты как я уже вот этих вы должны сканировать вот эти семантические мутации семантические смутации EP53 если они положительными являются тогда нужно если ваша семья позволяет то тогда будет проводить исследование уже на уровне эмбриона для зародыша и 253 также металлопластома диагностируется здесь вы можете использовать стандартную терапию здесь для лечения метастатическая металлопластома другая история мы мы в 2010 году провели исследование по этим пациентам у этих пациентов химиотерапии хипер радиотерапия и поддержка в целом проживаемость была 20% лучше чем при использовании хи-91 мы узнали что это добавляет контролю за опухолью усиливает и другая история с хистологией и и хорошо что здесь опять металлопластома биологии очень весьма предсказываемо или то что пациенты винт также метастатическим образованием выжили и и так дело имеет смысл есть некую применять использование различных факторов клиническо-биологическую и различные факторы риска оцениваться это только чтобы показать вам что стадия М1 и диагностика клеток опухолевые очень очень важна здесь мы нашли опять что вот в когорте 10 это средняя кривая 35 пациентов только на одну болезнь никаких метаскопических метастатов обнаружен МРТ и прогноз однако плохой насколько плохой настолько он был и в МТ и в 2 и МТ3 если мы проводим нормальное исследование тщательным образом то что мы находим лучший способ лечения таких больных очень важно здесь мы планируем также европейские испытания по европейским стандартам рисков все еще подготовиться в подготовительной стадии я надеюсь что в следующем году мы начнем уже эту программу и я думаю не буду говорить о деталях этой программы я думаю что очень хорошо проведите европейские именно исследования потому что у нас нет достаточного количества результатов по которым можно учиться нужно увидеть критерии высокого риска введения химиотерапии и у нас есть новый медикамент новый медикамент который мы вот здесь вот показан здесь он в окошке и эндомизация различных случаев использования при лечении и в целом в мире никогда таких рандомизированных исследований не проводилось это будет первое такого рода я думаю что очень хорошо получить результаты этого исследования итак итак я хочу напомнить вам что в этом возрасте WHO у нас два диагностических слоя первый слой это генетически определяемый как здесь видите и только если вы не можете его сделать тогда вы можете рассчитывать на гистологический слой это не первый это второй это более он более объективный а вот этот более субъективный пиология имеет свою свою ценность но она не она одна и мы столкнулись в прошлом году мы встретились на консенсы для обсуждения того что это означает что пиология и клинические и клинические факторы изменились и что какого же наилучший риск сертификация риска здесь наилучшая вы видите здесь различные группы с низким риском винт группа группа 4 стандартный риск представлен здесь высокий риск и очень высокий риск и так меняется нам необходимо адаптировать все это к наших исследований мы то что мы учимся почти каждый год мы получаем какие-то новые результаты новое знание то что мы думаем это то никогда бы вы можете исключить в пациентов пациентов на клиническом исследовании когда мы так же делаете так же биологию делаете молекулярной биологии иначе вы не будете знать что ваши пациенты во время исследования вам покажут и вы не сможете интерпретировать это правильно и когда вы можете это сделать обязательно сделайте это и мы так же узнали что когда у вас есть рецидив опухоли нам нужно необходимо пытаться биопсию для опухоли провести чтобы удивиться что это рецидив а не вторичная опухоль различная гистология потому что так что можно узнать от биологии насколько изменяется эта опухоль и так же сделать можно если вы можете если вы планируете какую-то таргетированную терапию по этому рецидиву можно посмотреть насколько работает медикамент средство это или нет мы не делали биопсии до этого по этим опухолям в Германии сейчас с биологиями нам необходимо сейчас знать какую опухоль мы имеем дело конкретно два слайда по медиобластомии у маленьких детей мы в двух средних мы увидели что химическая терапия сама по себе без радиотерапии очень эффективна но только только в такт в десмопластике только в металлобластомии или же но не в классическом случае не в злокачественной необластомии вот здесь хорошо используется терапию а здесь недостаточно его нам нужно что-то еще более совершенное и сейчас мы знаем что эти опухоли это опухоли с Львич Ходжкина что очень четко видно здесь и мы планируем сейчас европейские провести европейские исследования и мы обсуждали уже в Санкт-Петербурге здесь несколько лет назад когда я приехал сюда в прошлый раз все еще не открыто все еще соник хеджкок опухоли соник хеджкок только химическая химиотерапия атомизированные вопросы если необходимо химическая терапия введение хим иногда используется радиотерапия иногда нет тогда нам нужно какой-то следует еще предоставить еще H-HIT нам нужно прояснить что в Америке провели три исследования для того чтобы понять что произошло потому что у них были рецидивы и нам необходимо было посмотреть на биологию и нам тоже надо посмотреть на более внимательно на биологию и мы ждем результаты наших американских конфлик и так пинец который не существует исторически они были как я бы называю бластома и некоторые из них были метастазы у нас были клинические риски так и обычно похоже на то что не не было необходимо комбинированная терапия применяется и также биологию необходимо знать то что было в прошлом и так и так как мы сделали этот переход в 2000 году когда мы не знали о биологии вы видите результаты представлены здесь по пинец опухолей как и в середине вот здесь и пиона бластома немножко лучший результат чем пинец ничего удивительного то что получаете при любом случае комбинированной неразиотерапии и химической терапии использованы как вот здесь показано когда комбинация их используется тогда мы провели метаанализ гранью бластомы и с моими сотрудниками комиссари собрали 145 гранью бластом по всему миру случаев и мы увидели что различие большое между выживаемостью между маленькими детьми и более старшего более старшего возраста дети производили хорошие результаты а самые маленькие очень плохие результаты и лечение конечно очень отличается у этих пациентов трудно анализировать по отношению лечения то что мы впечатление которое мы получили что у маленьких детей маленького возраста вот эта химиотерапия химиотерапии и может быть локальная радиотерапия применяются лучше если у них метастаза тогда избегать краниологический спинал спинального терапии и возможность отслеживать их в будущем их статус Катя Хофф-Хофф еще одна коллега из Хамбурга провела метаанализ с другими случаями случаев ПНС она собрала 311 случаев по всему миру спасли 11 стран с этим типом опухоли и выживаемость не очень хорошо вот здесь различия однако она незначительна лечение было гидрогенным и трудно сказать что это означает на самом деле действительно это жизнь то что мы здесь видим это реальная жизнь но затем биология исследовалась и тогда удивительно просто эти данные из Геннельберга были представлены института группы Шетерна Фистола вы видите здесь монекулярный профиль здесь во многих по многим опухолям вы видите здесь медиобластома глиома все они здесь представлены у них всех типичный биологический профиль сейчас у нас пенец опухоль типа пенец и здесь паниобластома здесь и ДМР опухоль с множественными новая классификация заново переопределяемые опухоль тип опухоли вот здесь хромосомы 19 микрокластер хромосомы 19 биологически это или L28 или затем это четыре новые группы EFT SICK MN1 FOX 2 и БИКО мы не знали это это новый язык совершенно это самый бывший эксперт который имеет новый биологический профиль как мы делаем мы узнаем как они ведут клинические что-то новое потому что новые данные и в метаанализе при введении Катя фон Хопп вернулась к клиническим данным и вот ЭТМР здесь и определенный микрокластером макрокластером сейчас сейчас мы видим что ЭТМР плохой прогноз здесь и так нам нужно интенсифицировать лечение в будущем с МТР и затем у нас НЕУРОБЛАСТОМА сейчас мы определены биологически определяем специально FOX активации FOX удивление за удивлением следовали хороший прогноз хотя и выживаем 100% почему же надо интенсифицировать лечение здесь в данном случае мы бы хотели может быть деэскалировать лечение в будущем затем плохой прогноз для бикозы не так не столько хорошо выглядит все маленькие дети плохой прогноз для детей маленького нашего возраста МН1 патологии называют это остеобластомы некоторые патологи называют ее так некоторые они возвращаются и здесь 100% выживаемость если вы совершенствуете первое лечение лучше сделать не нужно даже никакого спасения хорошая новость и последняя группа СИК здесь операции с изменением СИК то что мы называем саркомой патологией до этого промежуточные прогнозы те кто имеют стезивы очень рано очень ранее стадии необходимо усиливать первое лечение первое лечение необходимо усиливать процедуру в дополнение биологии имеют также скажем о пациенте который перед вами в германии у нас есть исследование которое было произведено которое называется молекулярно патология 2.0 это пациент который имел опухоль пинет и мы хотели знать что это такое они появились при изучении биологии и в этом случае оказалось что это неврома и так без биологии мы выбрали неправильное лечение то что я хочу сказать что если вы можете сделать профиль насколько более ранней стадии перед тем как вы будете лечить пациента это необходимо сделать очень коротко о RTRT у нас есть в Германии который проведен по моим коллегам они собрали большое количество данных я не могу здесь показать все я бы хотел вам сказать что российский протокол в следующем году у нас выйдет европейский протокол с анатомизированными вопросами между стандартной радиотерапией стандартной химической и основной вопрос хайдро или не хайдро лучше это вопрос который мы должны задавать я думаю что это вопрос на который надо ответить обязательно и последняя часть мое выступление я бы хочу поговорить о обходе за больными и работе с группой и для того чтобы лечить вашего пациента вам необходима высококачественная диагностика высококачественная диагностика мы об этом уже слышали и гистология если есть возможность необходимо определить синдром предисположенности к опухоли как я уже сказал затем для лечения нам необходимо лучше выбрать самый лучший способ надо адаптацию риску неврохирургию химическую химотерапию иногда экспериментировать новый медикамент использовать и затем для после необходимо следовать длительный процесс ухода нам необходимо управлять больным что у него какие у него результаты если мы оценку проводим по реабилитации и видим каков результат каков исход реабилитации очень важно потому что с точки зрения пина 4 группы мы здесь видим что эти пациенты не имели визуализацию референсную имеют плохой прогноз это был настолько плохой насколько это связано с пациентами которые имели эти опухоли до этого и эти пациенты неоперабельные здесь ничего нельзя изменить вот здесь можно что-то изменить это то что мы сделать должны для всех наших пациентов что необходимо для этого не так уж много МРТ послеоперационной и дооперационной и послеоперационной период патологии биологии МРТ спинного мозга ничего больше и Моника уже сказала что вот есть различия между локальными и местными и региональными оценками в 10-25% случаев это очень важно сделать это в конце концов мы в конце мы работаем с пациентами которые нам необходимо сотрудничать никто из нас не может помочь им только в одиночку нам необходимо работать вместе в кооперации вот нам онкологию надо использовать опять же нам требуется поддержка со стороны других специалистов необходимо чтобы кто-то координировал всю эту работу как это работает все и по крайней мере в Германии мы сделали провести хорошие эксперименты с педиатрическим с точки зрения координации работ и в педиатрических центрах и моя с точки зрения хорошая идея дать и дать координацию руки педиатров онкологов педиатров потому что они лучше знают как делать эту работу и делают их лучше для оптимизации исследования это вопрос здесь другой вопрос нам необходимо хорошие вопросы ставить для хорошего проведения хорошего исследования и для нам необходимых для встречных пациентов нам необходимо статистику получить чтобы она была гибкая чтобы адаптировать ее к новой поиследованию необходимы очень хорошие клинические данные нам необходимо биоматериал иметь оценку поздних факторов чтобы оценить что будет на исходе и необходимо ни в коем случае не забывать что нам необходимо соответствовать всем тем что указано в регуляционных документах регулирующих необходимо конечно и деньги там необходимо проходить исследования мониторинг и так далее необходимы деньги для того чтобы сделать всю эту работу и в Германии мы сделали это путем внедрения исследований исследований в специальных центрах для всех по всем педиатрическим опухолям детским опухолям я показывал вот вам здесь вы можете обмениваться своей работой между разными группами мы провели исследование на основе исследования популяции более 50 пациентов в Германии включали включены были в эти исследования это показывает вам карту в 2010 году сделанную 28 локальных институтов Германии в Швейцарии в Австрии и вы видите что кривые выживаемости растут медиобластомы сейчас три четыре пациента каждый выживает и вот Германия и несмотря на то что лечение во многих пациентах менее интенсивно чем до этого было там было больше лечения группы 91 мы знаем что сейчас знаем лучше нас какие пациенты конкретно нуждаются в каком лечении вот эта кривая она как раз соответствует именно это это вот сеть здесь у вас центры исследовательские мы обменяемся данными межреференсными институтами мы делали это более эффективным каждый центр имеет свой референсный институт было бы обмениваться мы же делаем эту работу более behaviour Стараемся делать как можно более эффективный, как можно более легкий. Итак, очень кратко пройдемся по сети. Пример случаи. Один пациент. Дооперационный МРТ местный госпиталь был сделан местным. Вот если можете, если вы спросите, что мы здесь увидите, если вы не уверены, что это такое конкретно местного. Допустим, Моника говорила уже, нам необходимо было, не нужно было спросить, но вы можете спросить, вы можете исследовать местный, на местном уровне этого упорядка. Если вы не можете, вы можете в какой-то центр запросить, если хирург не знает, насколько агрессивно он должен оперировать, он должен спросить референтного хирурга, его мнение, если хочет он. Если он знает, что сделать, то это не нужно, конечно. Постоперативное МРТ, и затем также референс по поводу вопросов спинного мозга, гистология, биология, это также сейчас очень важно. А также, опять же, панель по опухолям, чтобы решиться, чтобы... И также вы можете включить в исследование пациентов. Это первоначальные шаги. Затем, с точки зрения лечения, можно планировать терапию в вашей больнице, но если вы не уверены о радиотерапии, вы можете спросить. Также референс-центр для радиотерапии, и в ПИНАТ-5 также обязательно отправлять план радиотерапии в референс-центр до того, как вы начинаете такое лечение, потому что мы видели большие отклонения в планах радиотерапии. Также для химиотерапии можно также задавать вопросы и при желании отслеживать результаты. Может быть, вторая операция, если будут проблемы, новые поражения и так далее, или рецидив, и именно так все работает. То есть я хотел показать, что отдельный пациент получает от сети большую выгоду от наличия сети. И, конечно, выбор в будущем – это общаться с большим количеством подгрупп, которые у нас сейчас есть, конечно, в прошлом жизни была гораздо сложнее. Я думаю, что мы можем это делать, если мы будем работать вместе, потому что ни одна страна не может делать это самостоятельно, потому что у нас нет достаточного количества пациентов. Но если мы будем работать вместе, то мы сможем это делать. Это просто по поводу медалобластомы, примеры. У нас есть различные исследования для разных когорт. Нет риска, стандартные риски, высокие риски. И дети очень младшего возраста, младенцы. И также это позволяет производить целевое исследование в будущем. Это мой финальный слайд. Я надеюсь, что я показал вам важность так и клинических, так и биологических выводов. Также углубленная характеристика важна с самого начала. Также повторная биопсия всех опухолей при рецидивах важна. И целевая терапия должна быть оцениваться только в хорошо определенном наборе условий. Мы не можем это делать, не зная, что у нас с коской опухолью мы имеем дело. Также дополнительные эффекты должны быть оценены. И контроль качества до всех этапов важен. И нам необходимо сотрудничество. Мы должны сотрудничать друг с другом. Итак, я хотел бы поблагодарить коллег из сети ХИТ, также из референс-институтов и из других стран. Большое спасибо. Спасибо за замечательное выступление, Стефан. Очень большое впечатление. Один практический вопрос. Кто за биологические исследования вас платит? Хороший вопрос. В данный момент нам достаточно повезло, потому что у нас есть исследование нейропатологии 2.0. Это между Гидельбергом и Боном. Сотрудничество – это исследовательский проект, который финансирует два финансирующих института. И мы всех наших пациентов используем в этом исследовании. И мы используем их бесплатно для остальных исследований в рамках ПНИТ-5. Но как только это финансирование 2.0 закончится, нам появится необходимость подавать заявку на финансирование. Мы также собираемся работать со страховыми компаниями. Я надеюсь, что они смогут пофинансировать это, потому что если будет доказано, что есть клиническая польза для пациентов, тогда они признают необходимость финансирования. Что касается молекулярной биологии, например, она не стоит при митиляции на 840, она не стоит ненамного дороже, чем одно МРТ. Но это более важно, чем одно МРТ. Поэтому я думаю, что страховые компании будут платить нам. Да, давайте будем надеяться на это.